Подчас восемьской сессии депутаты Палаты представников Национального Схода разглядят у другого читания изменения в законе об правовом режиме территории, которые подверглись радиоактивному забруджению в вынике катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Одна из его метров – вертание в господарный оборот земля в радиоактивном экологическом заповеднике. Документ регулирует виды деятельности, которые можно вести на этой территории. С ходом справ и перспективами развития заповедной зоны сегодня ознайомились члены постоянной комиссии Палаты представников по пытаниях экологии, природокористания и Чарнобыльской катастрофы. Визит допоможе удосконалить законопроект. С подробностями Максим Савин. Пчалярство – один из видов господарания, які освоили у Полецким радиоактивным и экологичным заповеднику. В 2016 году на пасеках собрали полторы тонны меду. У минулым уже три. Селетний прогноз – четыре с половой. Динамика ураживая. Паспяхово тут займаются коньаводством. Господарка заповедника наличивая маль 300 голов – это самый великий табун Украине. Еще один из направлений – садоводство. У минулого года заклали сад больше на 1200 яблонь. Селета в планах высадить еще 700. На пошние законодавшие нормы открывают новые махчимости. Определенные направления новые, которые раньше не имели места в заповеднике, сейчас они имеют место быть. И в принципе, я как говорил про экскурсии, кроме этого еще такое направление мы прорабатываем, как рыбная ловля. Кроме этого еще трофейная охота на территории заповедника в экспериментальной хозяйственной зоне. Это, в принципе, возможности значительно расширились. Необходность смены в законе о правовом режиме территории, яке подверглись радиактивному забрудживанию в вынику катастрофы на Чарнобыльской АЭС, узникла после заявления указа президента номер 431, який изменил межа заповедника, а так само да у махчимость для життя у Ленин новых видов господарчей дейности. В связи с этим депутаты переглядели артыкул, який тычится заповедника. Так у новой редакции закона замоцовывается дзя Ленин на заповедную экспериментальную господарчую зоны. И вызначаются конкретные виды деянистей, яке можно на их ожитявлять. До речи в основе усих экспериментов, что проводят на территории заповедника, ляжет навыковый подыход, необовязковый контроль. Экспериментальная хозяйственная площадь, она на самом деле не очень большая. И назначение ее не столько получение там прибыли в рамках хозяйственной деятельности, сколько проведение действительно опытной экспериментальной такой деятельности для изучения, что мы можем выращивать, чем мы можем заниматься. Новые послуги и виды деянистей становятся добьются не только на заповеднику, а и на Хойницком районе у Вогули. Одна из головных надей – разведет туризм. Сейчас приобретает такое направление, как туризм на территорию заповедника. Это и экологическое направление, и изучение растительного и животного мира. Это научный туризм, потому что опыт, наработанный нашим заповедником, он огромен. И для того, чтобы его распространить, можно так даже не боясь, скажу, на весь мир, потому что им должны могут воспользоваться все люди. Максим Савин, Игорь Марышенко, отеля радиокомпания «Гомель» с Хойницкого района.